Здравствуйте, проходите. Житель Нахабина Иван Иванович, несмотря на приближающееся столетие, гостей встречает сам. В Великую Отечественную он воевал на Северо-Западном и Двух Прибалтийских фронтах в качестве командира бронемашины, а теперь на почетном посту главы семейства. Ну здесь такие же все фотографии. Вот они молодые. Вот после войны, кстати. Вот это вот после войны папа. Да, это папа и мама. Это я маленькая. С Олегом. А это кто? А это Владик, внук наш, его правнук. О войне бывший разведчик всегда говорил неохотно. Его военный путь начался со службы в Ставрополье, откуда он был направлен в Двинск, в Латвию. Дальше был Каумас, где Иван Нарыжний встретил июнь 41-го уже как стрелок бронемашины. Пришлось отступать к Москве, сдав город о почке, но к столице врага не допустили. На счету Ивана Ивановича и освобожденные города Старая Русса, Резекины, Ворокляны и самая большая победа в мае 45-го. Вы знаете, войну только начинать страшно, да и кончать. Войну, что первый день, конечно, было страшно. А потом уже обжились, обстрелялись. Хоп, надо наформироваться, подформироваться, отводят части в тыл, пополнение получают. Приехали опять стрельба страшновато. А потом пройдет неделя, привыкаешь, все привыкли. Станция Войноды, Латвия. Все, конец войны. Алявулю, ладошечки, бьем, радуемся. Где-то к утру, часа в четыре утра, шум, крик, стрельба, конец войны. Ой, радость сколько. Сержант Нарыжный, действуя в качестве разведчика, подвергаясь всем видам огня противника, обеспечивал связь и управление танками на поле боя во время выполнения заданий, уничтожил 10 немцев. В его наградном листе отмечены мужество и отвага, но в семье особенно ценят неугасающий после лихолетия оптимизм. Он был и вечно был бы. Вот он не надоел ему жить. Он никогда, ни разу не сказал, ой, быстрее бы меня уже там забрали. Ушел бы я из этой жизни, как мне все надоело. Ему не надоело жить, он любит жить. Вот, наверное, за счет этого он и пришел с войны таким невредимым. И до сих пор вот он такой крепкий все-таки, духом крепкий, маму поддерживает. Иногда на меня еще это... Воспитывает? Воспитывает до сих пор. Прошедший дорогами победы Иван Нарыжный стал только больше ценить жизнь. Заслуги красногорца отмечены медалями и орденами. Воспитывает. Продолжение следует...